Пинко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Адреналин Это по-вашему чисто? Нашелся один особо исключительный Нашелся все-таки Самый умный Как-то все Криво Дело в том, что один укольчик Нет, пинквины не полеют Сказал он И вот, получите, распишитесь Вирусов Полный организм Чихаем Кашляем Температурим Расшатываем здоровье себе и окружающим А вирусу Все равно Пингвинты Или страус А ведь было Было сказано Все же У меня уже глаз дергается Что? Да Вакцинация Всем без исключений Все прошли Ну все Все здоровенькие Все кроме одного Который сказал Криво все как-то Да И где теперь этот пингвин Который не полеет Где? А? А вот он Лежит И шмыгает И температурит Набитый вирусами По самую макушку А между теми Было Было сказано Детский сад Штаны на лямках О-о-о Савунья Было сказано Тебя К телефону Меня? Кто? Министр Здравоохранение Я На минуточку Полнейшая пингвинья Безответственность А я и не знал Что кофе так Бодрит Да уж Как-то Криво все Это Не криво Это График Изменение Температуры Давление Пульса Практически Это карта Боевых действий Ух ты А кто с кем воюет? Лейкоциты В организме пина Борются с вирусами Борьба Внутри пина? Да Да, но пока Лейкоциты Не могут Победить Ёжик Есть дело Слышал, что Лосяш сказал? Слышал Но не понял А я понял Понял главное Внутри пина Хорошие ребята Борются с плохими И плохие Пока побеждают Вакцинация Только Повальная Вакцинация Хоть пингвинов Хоть страусов Хоть министров Всех Всех без исключения С вирусом шутки Плохие Вирус бьет Без промаха По непривитому Организму Безответственного Хорошим ребятам Внутри пина Надо помочь Ну-ка Батрейт Есть идея Адреналин Бросай швабру Вот он Наш боевой корабль Это же Уменьшающий модуль Ну да На нем мы отправимся В организм пина Поможем хорошим ребятам А по плохим нанесем Решающий удар Плохая идея Бортовой компьютер Уменьшаемся В тысячу раз Принято Плохая идея От винта Плохая идея Плохая идея Процесс уменьшения Завершен Запас батареи Уменьшителя На 30 минут Ёжик Мы уменьшились Ого Поехали Мы сейчас размером С пилюльку Вот так узеньки Бортовой компьютер Курс на медпункт Принято Держите прямо Первый поворот Направо Поворот Направо Срежем путь Так Изменение маршрута Примите влево Изменение маршрута Изменение маршрута Изменение маршрута Изменение маршрута Маршрут не определяется Маршрут не определяется Маршрут не определяется Маршрут не определяется Куда вас несет? Жаль! Министр не дозвонился Уж ему ли не знать Всю важность Вы прибыли к месту назначения Чтоб вас Класс! Суспензия! Ну Пора в недра пина Да пребудет с нами Сила А всего-то Надо было Прийти на прививку А не крутить гайки В открытом космосе Где сплошные По-моему Мы в недрах стакана Все продумано Пин сейчас примет Микстурку И нас вместе с ней Я гений Крупноваты мы Для пина Вдруг он Поперхнется Поперхнется Хмм Логично Бортовой компьютер Уменьшаемся В сто раз Принято Афанчуристы Чудесную микстуру Перед клизмой О Адреналин Как-то все Да-да Все криво Да Открой рот Прими микстуру Вот и чудненько Вот и чудненько Мы на месте Ну и где тут враги? Ни хороших Ни плохих Хм Алло Лосяш Лосяш Прием Лосяш Что ты там говорил Про борьбу внутри пина Можно поподробнее? Ну что ж Пытливые вы мои Тяга к знаниям Очень похвально Так вот Наш организм Практически всегда Окружают микробы Бактерии И вирусы И многие из них Довольно опасны К счастью Мы способны противостоять Этим незваным гостям Первая линия нашей обороны Это кожа Которая не пускает Инородцев внутрь Кроме того Наши слезы Содержат вещества Которые губительны Для бактерий Ну а если микробы Каким-либо образом Проникнут в желудок То сразу погибнут В соляной кислоте С помощью которой Мы перевариваем пищу Ёжик А мы случайно Не в желудок едем? Не знаю Что? Ничего-ничего Продолжай Да Так вот Иногда Микробам все-таки Удается Прорвать Первую линию обороны И они Попадают В наш организм Но там Они сталкиваются С нашими внутренними войсками Лейкоцитами Так называются Белые клетки крови А вся система Защиты организма От микробов Называется Иммунитет Так где ты говоришь Все эти микробы Вирусы Обычно тусуются В кровеносной системе А почему вы говорите Из уменьшающего модуля Адреналин? Лосяш Забери кофе у Савуни Конец связи Молодежь Ёжик Ты все понял? А я понял Понял, что наши враги там В кровососной системе Или там И... Или там Бортовой компьютер В кровососную систему Чтоб я знала Где система такая Кровеносная Принято Не нравится мне все это А я говорила Криво все как-то Итак Наша геройская миссия Помочь местным лейкам Циркам Ну Хорошим ребятам Побить Вредных вирусов Вот только все Попрятались куда-то Хм В прятки значит Со мной играть Портовой компьютер Приготовить скафандры Красные ватрушки Какие-то А ребят Не видно Я так и знал Ну и кто из них Тут кто? Странно Обычные врага Заверстучуют Катастрофа Крош и ежик В уменьшающем модуле А модуль Внутри пина А я говорила Вакцинация А то лезет в организм Кто не попадет Кофейку? А лезь капот Пин не пришел на прививку от гриппа И конечно же заболел Савунья Савунья крайне возмущена Таким безответственным поведением Лосяш Рассказывает Крошу и ежику О борьбе организма Пина С вирусами Крош Решает помочь Пину Победить болезнь Вместе с ежиком Они пробираются В аппарат Под названием Уменьшающей модуле Уменьшившись Друзья попадают В организм Пина Где встречаются С его Обитателями Приветствуем вас Мы пришли С миром Ага С каким миром Ежик Тут война идет Может это враги Не нравится мне Выражение их Лиц Ого Еще кто-то Это точно враг Наверное Бортовой компьютер Покажи местоположение Уменьшающего модуля Так 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 Ага Вот вы где А это еще что? Они Покинули модуль Молодежь Ежик Не похоже Чтобы тут кто-то С кем-то воевал Может Пин Выздоровел уже О Мы Пришли с миром Это еще кто? Это вирус Лосяш? Держитесь от него подальше Мы подключились к видеокамере В вашем скафандре И видим Что вы в большой опасности Да нормально все Ты только скажи Если вот тот вирус Значит эти Хорошие ребята Привет Ой Лосяш А что это за штуку Дали мне И ежику Вон те Хорошие ребята Эти Как вы изволили Выразиться Хорошие ребята Лимфоциты А штуки Эти Они используют Для борьбы С вирусами Так это Оружие Ха-ха Ну Держите меня Семера Где враги? Немедленно бросьте Эту штуку Или вас Съедят Как это съедят? Вскляните на вирус Как только микробы Проникают в организм Их замечают Лимфоциты Лимфоцит Выпускает в кровь Специальные метки Которые называются Антитела А почему этому микробу Дали такую же штуку И еще больше Чем мне Потому что Когда антитела Прилипают К бактериям И вирусам Они делают Их заметными Для других Лейкоцитов Фагоцитов Фагоциты Всегда голодные И едят То, что Замечают В результате Все пришельцы Оказываются Съеденными А организм Выздоравливает Но мы же Хорошие Эй Морда Опорт Ёжик Нас здесь Не поняли Поверить не могу Нас Героев Иммунитета Приняли за вирусы Меня Перепутали С заразой Меня Который Всегда За хороший Не ожидал я От ребят Такого Хорошие Вы Или плохие Прежде всего Вы чужаки Для организма Вот вас и приняли За врагов Без прививки Осторожно Связь Пропала Это даже Не криво Это Капут Найн Что Съел Кому Добавки Ты не помнишь Где мы Модуль Припарковали И Где мы Вообще Нужно Вытаскивать Их Оттуда Бортовой Компьютер Прием Я хочу Домой Ёжик Смотри Четко Работают Ребята Я Хочу Домой Ёжик Домой Живы Живы Но Все еще Вне Модуля Бортовой Компьютер Модуль Направить К объектам И срочно Эвакуировать Принято Хочу домой Хочу домой Все кролик Допрыгался Хочу домой Хочу домой Хочу Давай Кролики Не сдаются Объекты На борту Приступаю К эвакуации Отлично Так Так Держитесь Кровеносной Системы Там Меньше Всего Лейкоцитов Принято А где Их Больше Всего В костном Мозге Селесенке И Лимфатических Узлах Туго Вирусам Приходится В этой Самой Селесенке Я вот Только одно Понять не могу Если эти Лейки Цирки Так хорошо С вирусами Справляются Зачем Тогда Все эти Лекарства И прививки К сожалению Вирусы Постоянно Меняются И мутируют Лимфоцитам Нужно Время Чтобы Подобрать К новым Вирусам Подходящие Антитела Которые Смогут К ним Прилипнуть Пока Лимфоциты Экспериментируют Вирусы Хозяйничают В нашем Организме А мы Болеем Есть Специальные Лекарства Которые Помогают Нашим Лейкоцитам А еще Можно Выпить Горячего Чаю И разогнать Кровообращение Тогда Лейкоциты Будут двигаться Быстрее И действовать Лучше Но Лучше Не доводить До болезни И сделать Прививку Прививкой Мы Вводим В организм Ослабленный Вирус С которым Организм Легко Справляется Но Лимфоциты Запоминают Его И В следующий Раз Справляются С таким Вирусом Гораздо Эффективнее Заряд Батареи Уменьшителя На Две Минуты Этого Еще Не хватало Полный Вперед Принято Организм По лунтрам Газой До увеличения Осталась Одна Минута Скорее Скорее Через Эльвеолы В бронхи И далее По трахея Принято О А если Не успеем Лучше Не думать О том Что Пин Просто Разорвен До увеличения Осталось Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Ноль И тут Еще Два Вируса Я Одному Ха Второму С ноги Ха Что Все так И было Да ладно Мои подвиги Не главное Главное Что Пину Полегчало Верно Ёжик Первую Нобелевскую Премию За изучение Иммунитета Получили В 1908 Году Русский Ученый Илья Мечников И немецкий Ученый Пауль Эрлих Илья Мечников Славен Многими Открытиями Среди Которых Знаменитый Рецепт Мечниковской Простокваши Спустя Более Ста Лет Изучение Вечной Борьбы Нашего Организма С микробами Не заканчивается А ученые Продолжают Совершать Новые Открытия И получать Нобелевские Премии В 2011 Году За изучение Врожденного Иммунитета Нобелевскую Премию Получили Американец Брюс Бойклер Канадец Ральп Штайман И француз Жюль Хоффман Добрый день Я начинаю Первый выпуск Бортовой Дневник В который Я буду Рассказывать Все Что произойти За время Наш приключений На шаролет Так сказать Подводить Промежуточный Итог О май год Что такое Компьютер Включить Камера Говорит Компьютер Шаролета Команда Нелогична Что значит Нелогична Ключи Камеру Обратно Пожалуйста Повторяю Нелогично Как записывать Бортовой Журнал Так меня Никто Не позвал А как Включить Камеру Так сразу Компьютер Компьютер О Ты тоже Хотеть Участвовать Конечно Я не против Решение Верное Учитывая Отсутствие Выбора Можете Продолжать Данкишот Итак Добрый день Я начинает То есть Мы вместе С компьютер Шаролета Начинает Первый выпуск Бортовой Дневник Решение Верное За время Наш Приключений С Шаролета Мы попадаем В самые Различные Катастрофа Шутки Опасность Подстригает Нас На каждом Шагу Должна Отметить Если бы Вы Соблюдали Технику Безопасности Происшествий Было бы Гораздо Меньше Причем Здесь Техника Безопасность Как это Вообще Могло прийти В твой Весь Этот Происшествий Был Чистый Случайность Который Нельзя Предвидеть Так что Не надо Ошибка Вам ли Не знать Что бывает Когда за штурвал Садится Неподготовленный Индивид Нюша Срочно Включает Пенолет Он может Сбить Астероид С курса И мы Не врезаться В планету Но я Я не умею Им управлять Если Не поторопишься То уже Никогда Не научишься Нажми Большой Лычаг Но это же Нюша Фройлен За штурвалом А поедание Меда В главной рубке Тоже дело Манюши Эх Красота Меда Друзья А-а-а! 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 Ой! Ты меня учила! А-а-а! 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 Все живы-здоровы? Да вроде все! Ёлки-иголки! А что это было-то? Это было нарушение техники безопасности. Ну, Копатыч всегда любит мед. А когда Ёжик объявил войну электричеству? Все гораздо хуже, чем я думал. Электричество уже повсюду. Но вам меня не запугать, эй! Хитрые электроны! Я буду бороться! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Ух-х-х! А-а-а! Лучше бы вам оставаться в ваших атомах Нет, дружище, прекращай эту бессмысленную анархию Тебе не удастся выключить электричество повсюду Это часть нашей цивилизации Мог бы и меня позвать лампочки бить, тоже мне друг называется Ладно, погорячились и хватит Когда-нибудь мы все посмеемся над этой историей Нет, мы все жертвы заговора электронов Раньше все прекрасно обходились без электричества А теперь мы уверены, что без него никуда Электроны плохие Но без него и правда никуда Наш умнолет работает на электричестве Если его отключать, мы разбиваться Я буду бороться с электронным нашествием до конца Компьютер отключить все двигатели А эксперимент с солнечным парусом едва не сорвался из-за кроша Который решил сделать себе карнавальный костюм Нашими технологиями мы создаваем парус нужного размера и свойства Внимание, парус поврежден Внимание, парус поврежден Остановите процесс раскрытия Если парус раскроется до конца, он порвется Не получится остановить Процесс автоматический Месяца в отказе Не говоря уже о том случае Когда из-за незнания элементарных законов физики Вы спровоцировали ураган Майн-кот Кстати, клюв чешется все сильнее Ваш клюв здесь совершенно ни при чем Наш умнолет раскалился Пока мы были под землей Остывая, он нагрел воздух вокруг себя Так это мы, что ли, этот ураган сделали? Если этот ураган приходить на побережье, будет много обеих! Пока умнолет не остыл Мы можем в какой-то мере управлять этим ураганом Он будет двигаться туда, где более горячий вод Надо увезти его подальше в океан Понятно! Держитесь! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, ураган больше мне не подчиняться. Ум на лёд остыть. Ничего страшного. Мы достаточно далеко увели его от берега. Лучше бы и нам отлететь от него подальше. Неуправляемые ураганы очень непредсказуемы. Ну, кто старое помянет? Разве цель бортового дневника не в том, чтобы помянуть старое? Я-я, конечно. Во время наших путешествий мы узнаваем много новых и интересных штук. Это не раз спасает нам жизнь. Благодаря удивительным открытиям, которые мы совершаем из всех неприятностей и передряг, нам удавалось выйти цели и невредимы. Кто-то, возможно, выходил целым и невредимым. А мне каждый раз требовался капитальный ремонт. Более рациональным решением было бы не совершать удивительное открытие, а изучить технику безопасности. Ну, не будь зануда! Нашим зрителям интереснее смотреть веселые приключения, чем скучный техника безопасности. А как вашему зрителю понравится смотреть на это? Перестать! Найм! Зачем ты опять выключил камеру? Нам надо записать выпуск в бортовой дневник. Компьютер, включить камеру! Компьютер, включить камеру! Пока я тебя не перепаял! Прошу прощения, такое больше не повторится. То-то же! Чашечку чая в знак примирения. Давно бы так. Данкишон. Сладких снов. Пока действуют снотворные... Нас из гуд... Гуд... Можно записать действительно полезный выпуск бортового дневника. Прослушайте технику безопасности при пользовании шаролётом. Пункт первый. Не пускайте в шаролёт детей и домашних животных. Пункт второй. Перед эксплуатацией уточните, будут ли погодные условия благоприятными. Пункт третий. Перепаять. Добрый день, мой дорогой зритель. Я начинаю второй выпуск «Бортовой дневник», в котором мы будем вместе вспоминать, что произошло за время нашей приключения. Как вы уже заметите, этот выпуск я буду проводить без мой напарник Шаролёт. Он не сможет присутствовать по техническим причинам. Ай-ай-ай. Как нехорошо. А? Что? О, Майн Год. Как ты меня нашёл? То есть... О, как я рад, что ты всё-таки смог присоединиться. Думал, можно просто меня отключить и спрятаться? В моей комплектации есть источник аварийного питания и система поиска повышенной точности. Как я мог об этом забыть? Это лишний раз показывает примитивность биологического интеллекта по сравнению с искусственным. Но не будем о грустном. Теперь, когда команда в сборе, мы можем продолжать наш «Бортовой дневник». О, я-я-я. Сегодня мы вспомним несколько поучительных историй, которые произойти со смешариками во время приключений. Первые истории произойти, когда Крош и Ёжик сделают свой очень вредный автомобиль. Ну-ну. Так-так-так. Катаемся, значит. А то. И какой у нас расход бензина? Пятьдесят на сто. И-и-и. Ну-ка. Круто. Не круто, дорогой мой. Совсем не круто. Осознаешь ли ты, что ваша сама воска очень опасна для окружающей среды? Это был настоящий экологический катастроф. Мне говорят, что я баллес, что я вчера с березы слез, и человека динами, и подо мной земля горит. И вообще правду говорят, но в этом я не виноват, а виноват об этом кто. Кто у меня внутри живет? Он у меня внутри живет. Он мне покоя не дает. Он удивительный китрец. Он баламут и оборвок. Он все царит из-под тишка. Да так все кружится башка. Он баламут и оборвок. Он на сабо меня бьет. Решение проблемы. Кролика наказать. Устаревший аппарат демонтировать. Но мы придумаем способ лучше. Мы переделаем его вредные машины в экологически чистый электромобиль. Как новенький. Ну что, уже можно? Тихо ждать. Долго ехать. Компрессия. Не хочешь прокатиться? Кто, знаешь, одному кататься никакого удовольствия. Надо же, действительно почти бесшумно. Он баламут и оборвок. И это вся история. Сейчас рассказал сам и суть. Можно быстро кататься, но не вредить природу. Но при этом ты упустил самый драматичный момент. Крошь, не надо. Не появись я в нужный момент. Финал у этой истории был бы совсем не такой счастливый. Я-я-я, ты просто молодец. Ну, давай уже переходить к другой истории. Одобрено. Укуси меня, пчела. Ёлки-иголки! Да это же мировой рекорд! Посадил Копатыч тыква. Выросла тыква большой-пребольшой. И всё бы бил хорошо, если бы не прожорливый вредитель. Никто и ничто не могло их остановить. Ещё немножечко, чуть-чуть, и гусеницы бы слопали тыква Копатыча. Но благодаря своевременному вмешательству развитого интеллекта Шаролёта тыква была спасена. Найн, всё были совсем не так. В тот раз мы узнали про свойства метаматериал и сделали для тыква шапка-невидимка. Мы перехитрить, глупий гусениц, а ты был совершенно ни при чём. Я лишь изложила альтернативный и вполне реалистичный вариант развития событий. Это называется обманывает наш зритель. Но признай, моя история гораздо эффектнее. Лучше я рассказывать другой истории. Мы расскажем. Я стою на пороге удивительного открытия в области генетики. Ласяш изучает ДНК гостений и получает морковка, которая очень быстро расти. Полюбуйтесь, перед вами одно из величайших достижений современной генетики, созданное благодаря моему гену гениальности. Оно исчезло. Моё гениальное открытие пропало. Йо-йо! Не оставляйте экспериментальной морковка без присмотра, если рядом гулять голодный медведь. Копаточ ням-ням, морковка капут. Зря он это сделает, ведь морковка был непростой. Феноменально. Укуси меня, пшала, а куда всё подевалось? Полный назад! Нет, 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 нет! Ты её сонёшь! Назад! Ты не туда! Что ещё за игрушки? А-а-а-а! Копаточ нас не слышал, и мы не могли рассказывать ему, что происходит. Это была очень опасная ситуация. Но только не для сообразительного и ловкого шаролёта. ух... Ух! Чао... Эта... Хм... Хэть... Хэм... Ура! Хэть! Хэть! Это... Вот так! Хэ... Хэть... Хэм... Зачем ты опять выдумывать? Мы не делять Копатычу плохо. Крош и ежик забирается к нему в ухо и устанавливает контакт. Копатыч успокоился, и потом действий морковка пройти, и он уменьшился. Мой вариант тоже был статистически вероятен, и он сильнее драматургически. Вот поэтому я и не хотел вести бортовой дневник с тобой. Ты все время тянуть одеяло на себя. Твой биологический интеллект опять дал сбой. Я робот. Мне не требуется одеяло. Алис, все, с меня хватит. Я буду вести бортовой дневник один. Пин, подожди. Отстань. Пин, извини. Я была неправа. Просто я хотела быть вам нужной. Хотела участвовать в ваших приключениях наравне с остальными. И хоть иногда быть главным героем. А не просто декорацией. Красивой и технологически безупречной декорацией. Но ты нам нужен. Очень. Правда? Матюрлих. Без тебя бы не быть всех этих приключений. Ты просто так это говоришь. Ну, хочешь, сделаем новую историю. Специально для тебя. Я попадать в беду, а ты меня будешь спасать. Одобрено. Одобрено. Шаролет! Можешь, начинает меня спасать. Шаролет! Снимай меня отсюда! Мне тут долго не продержаться. Шаролет! 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 Добрый день, уважаемые зрители. Я начинаю второй выпуск бортового журнала, в котором расскажу всю правду о своих подвигах. К сожалению, Пин не сможет присутствовать по техническим причинам. Шаролет! 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 Шарdulп! Продолжение следует...